Чем еще заняться правоохранительным органом? Вот петербуржец Кирилл Смородин тайком повесил свой портрет возле военной галереи Эрмитажа. Он разместил пост в Инстаграм, сказал, что вынашивал эту идею давно. Судя по фотографии в публикации, пустители останавливались возле портрета, вглядывались в инстаграмацию. И не исключено, что кто-то и вовсе принял изображение за реальный экспонат. Это прям Эрмитаж? Это прям Эрмитаж. Блин, его посадят, наверное, да? Да, военная галерея, и там вот начнется прямо есть вот эта вот картина. Ну, как я понимаю, Эрмитаж решили, что лучшим выходом будет пожаловаться в прокуратуру на оскорбление ветеранов. Правда, придется жаловаться в прокуратуру на оскорбление ветеранов 1812 года. Потому что это те ветераны, не те. Хорошо, не про Куликовскую битву речь идет, да? Ну да, ну то есть как бы не кажется, что немножко такая абсурдная вещь. Чуть-чуть перегибают. Это факт. Ну, конечно, данный молодой человек не следовало это делать, но опять же, да, я всегда задаюсь вопросом соизмеримости наказания, содеянному нарушению. Да, наверное, ну это неправильно, но это уж точно не основание человека сажать в тюрьму. Чтобы вы понимали, когда руководство, вместо того, чтобы следить за этими вещами, да, за всеми, не углядело и теперь пытается вот таким вот образом, я не знаю, там, свести счеты, там, самоутвердиться. Как-то там, я не знаю, ну это же может и жизнь человеку сломать, ну согласитесь, да, мы же не думаем с вами, что тюрьма – это место исправления людей. Это, как в одном известном видео в интернете гулял очень долго, это школа новых преступлений, да, потому что человек, который там находится, не находится в условиях, где бы он действительно мог развиваться, там, как-то там, пересмотреть взгляды на жизнь, получить там какую-то профессию, там, может быть, что-то еще. Это, как правило, какой-то рабский труд, да, принудительный, и от которого, но раз отказаться невозможно. Либо пытки, да, швабрами изнасилования, да, взрослых людей, к сожалению, да, которые сейчас достояние для всего нашего российского общества. Эти кадры просто облетели весь интернет, жуткая, просто жуткая картина. Вот, и, ну, понимает ли руководство Эрмитажа, к чему это приведет? Это, на мой взгляд, понимает, почему, тем не менее, идет по этому пути. Ну, потому что люди, которые должны быть во всех смыслах гуманно, культурно просвещены, во всех смыслах этого слова более развиты, чем все остальные, на самом деле таковыми не являются, да, как мне кажется, учитывая вот эти вот действия. Поэтому надеюсь, что молодой человек не сядет за это в тюрьму. Он, конечно, сделал ошибку и поступил абсолютно неправильно. Вот, сегодня вот эта блогерская деятельность, она иной раз толкает людей на действительно не самые обдуманные вещи, но они уж точно не должны быть основанием для того, чтобы лишать человека свободы, там, рушить его семью, я не знаю, там, лишать его работы неизбежно, да, это все произойдет. Вот, и в целом ломать человеку судьбу. Вот, и в целом ломать человеку судьбу.